Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот, это Аттила Total War. Легендарный уровень сложности за Танухидов без поражений, без авторасчёта. Я не знаю, как вы, но я очень-очень-очень ждал, когда я наконец-то опять сяду за Танухидов, за Аттилу. То есть я вчера не мог записывать сразу следующую серию и как бы пришлось ждать утра. Вот я сейчас проснулся, как говорится, рожу помыл, чаю попил и вот я уже готов, потому что очень-очень интересно развиваются события. Мне очень нравится, что и здесь так динамично, там с гарамантами всё так на грани и здесь марионетки проявили себя, гребли, героическую победу мне дали. И сосаниды так уже сосут прилично, плюс у них с пищей какие-то проблемы, моя армия подходит. Что-то тут гуны там их грабят с этой стороны, куда-то прутся вот эти вот Афригиды, Агафриды, как их звать, мать их так, Афригиды, с которыми я вроде как не воюю, но которые меня терпеть не могут и ухудшаются до сих пор отношения. То есть всё так это интересненько и как бы кажется вроде вот-вот развязка. Да, кстати, я не говорил, Химьяр захватил Зафар, что прикольно, то есть он здесь долго-долго сидел, сейчас захватил. Теперь у Лохмидов есть два только поселения, вот Амана и Хира. Собственно, я, ну и мне не нужна эта Хира, потому что я не буду Аравию Магну восстанавливать, я нафиг её снесу. Ну, одно поселение, ну, то есть нет смысла захватывать поселение, которое потом нужно долго-долго восстанавливать, там что-то мудрить с этими постройками. Нафиг я его снесу, оно мне не нужно. Амана я сюда даже не пойду, а доставлю возможность Химьяру решать, что с ними делать. Кстати, они тоже дебилы с пищей тут мучаются. Что у них тут, кстати, в Зафаре? Ну, у них всё раздолбанное, я так понимаю, да. Я бы на их месте, конечно, тут быстро всё перестроил. Они, кстати говоря, я не помню, они, по-моему, уже были иудеями, но переметнулись ко мне в религию, я вот этого тоже не заметил, как-то мимо меня это прошло. То есть и Лохмиды, и Химьяр сейчас в итоге восточное христианство. То, что очень круто. Или, может, я путаю, но, по-моему, они всё-таки были иудеями. А сейчас они восточное христианство, моя религия замечательна. Мне не нравится, что Восток, зороастризм. Но, в принципе, так как они находятся в моей провинции Асраена, то они тоже рано или поздно к восточному христианству придут. Вот сейчас, видите, 24% и растёт. А зороастризм очень сильно падает. И когда я ещё здесь построю церковь второго уровня, пещерную, то, думаю, может быть, они тоже перейдут. Вот эти ребята какие-то то ли покоцанные, то ли что, я не знаю. Где у них ещё одна армия? Не знаю. Восток бродит тут двумя стеками, недостеками. Около Дуина-то столица армянская. У Армян, кстати, всего два поселения осталось. Да, два региона, видите. То есть они могут их, на самом деле, и уничтожить. Где-то здесь армянская армия бродила. Я уже забил на это дело. Уже за ними не слежу. Но там не армия, а так, знаете, там фигня какая-то. Это кто такой? Аль Айхам. Это полководец. У него есть золотая пряжка, которая даёт стоимость содержания для наёмников, да? Ну ладно, так. Авторитет. Та-та-та-та-та-та-та. Это что? Ну он же полководец у меня, так что как-то, ну, пофиг, наверное. Веренная провинция. Давай я ему буду качать вот такие вот дела. Урон от выстрелов, говорите? Ладно, дальность перемещения по карте. Пожалуй, я ему лучше прокачаю. Потому что здесь будет на следующий ход, как вы видите, восстание в Килики. И мне придётся либо этой армии разбираться, либо вот этой. Ну, в принципе, армии мне тут достаточно. Вот эти говнюки, я не знаю, куда они могут напасть. Ни Тарсус, ни Антиохию за один ход они не возьмут. Здесь у них нет арты, потому что вот обычно сведения бы об отряде, об артиллерии я бы получил. Поэтому они не могут за один ход захватить. Если они вдруг мне войну объявят, то ни Антиохию, ни Тарсус, ни Эдессу за один ход они не возьмут. Они возьмут её в осаду, а я им дам в жбан своими армиями, которые у меня стоят в окружающих поселениях. Так, и у меня есть агентики. Что я хотел? Я в прошлой серии, да, вот так вот подходил, смотрел, куда убежали Антропотена. Они убежали на территорию кавказских сепаратистов, которые, кстати, воюют только с армянами. Мне нужно, по идее, их бы задержать и разрушить Гонзагу. Но вот эти армии, которые здесь тусят, они сразу же на Несибис нападут. Сразу же. Поэтому, видимо, не вариант. Но если я смогу задержать их на не своей территории, то они не смогут получать этих... Ну, не смогут... Восстановиться. К сожалению, я, по-моему, не дотягиваюсь. Я сейчас попробую, конечно, помехи армии и дезинформация. Во-первых, надо дотянуться, а во-вторых, надо, чтобы сработал, прокнул. Во-первых, я дотянулся. Критическая неудача. Охереть! Вот мудила, блин. Ладно. Тогда надо стучать им по почкам, наверное. Хотя... Смысла, наверное, нету в этом. Может быть, стучать по почкам лучше с Сосанидом? В таком случае. То есть, бить вот эту армию. Разгонять вот это все. И уже к Арбели подступать. Здесь они не восстанавливаются. Они голодают. И я не вижу у них возможности как-то... Что они строят? Дворец они строят, который еще больше потребления пищи будет давать. Я не понимаю, зачем они так делают. Здесь тоже проблемы по пище. То есть, они как-то погрязли. Погрязли в своих вонючих делишках. Так, я не дотягиваюсь до Хиры за один ход. К сожалению, видите, красная полоска. Поэтому я буду идти на засадах, чтобы они были не в курсе. Что я иду. Вот так. На следующий ход я нападаю на Хиру. Так, здесь более-менее все хорошо. Я вроде как перестраивал в Эдессе. Да, у меня идет перестройка. Тренировочная площадка. Потом я буду ставить место постоя пехоты, чтобы делать палатинов. Ну, то есть, пехоту хорошую. Элитные нубийские лучники. Кстати говоря, следующий уровень. Это мне нужно 10 косарей. И 10 косарей. Блин, много. Очень много. То есть, 20 тысяч надо, чтобы дойти до 4 уровня комплекса ополчения и казармы пехоты. Третий уровень, твою мать. Надо, короче, вот сюда мне все-таки идти. Для этого мне тоже 10 тысяч надо. А это значит, что я могу потратить максимум 1000... Максимум 2000 я могу потратить денег. Мне нужно, чтобы здесь было 3. Ну, 2900. Чтобы на следующий ход у меня была десятка, чтобы я мог потратить на технологию. То есть, получается, я на этот ход ничего не строю, а чисто... Ну, или только что-то очень дешевое. А действую агентами. Этого агента задержали. Перемещение невозможно. Настороже. Так, а могу я... Отдельно, так сказать... Критическая неудача. Да что ж такое-то сегодня, господи. Все какие-то махасидры просто. Дай по почкам вот этой армии. Сейчас критическая неудача, нет? Нет, успех. Жуть какая-то. Двоих покоцали. Что за дела? Вот, Яда и Обяда. Что? Серьезно? Их так зовут? Лёлик и Болик? Да, Яда и Обяда. Пипец, здесь двое из Ларца одинаковых с лица. Так, Хутар, Крик Пустыни. Это... Ну, я понял, да. То есть, они просто пограбили за мой счет. Молодцы. Я хотел, чтобы вы захватили дебилоиды, блин. Я просто так, получается, здесь давать стоимость содержания флота. Нет, я не буду ничего с этой хернью делать. Хотя, знаете что? Такие чмошники, может быть, просто разрушить это поселение. Ну, правда. Ну, надоели. Давайте я, короче, разрушу его. Беням собачьим. Просто сотру с лица земли. Потому что задрали, правда. Встретимся на поле боя. Так. Так. Что-то. Сколько мне денег могут дать? 300. Пошли нахер. Уроды. Так не доставайся же ты никому. По легкому драму на меня постреляли? Вот, сволочи. Так. Фоке. Что мне тут делать? Они могут напасть на Лептис Магну. В Лептис Магне есть какой-то гарнизон. Ну, так, фигня на самом деле. Зайти за стены я не могу, да? Печалька. Воевать с ними? Ну, можно, конечно. Но мне кажется, это будет не так... Как бы... Не так прикольно. Эти вот уроды, конечно, никогда в жизни гараму не возьмут. Ну, короче говоря, видите, у меня просто выхода не остается. У них есть флот, но у них нет армии. У них полное говно. Вот это говно, а не армия. Вот это говно. И они восстановят очень нескоро это все дело. Я так предполагаю. Очень нескоро. Но у них есть Лептис Магна, есть Макамадес. Поэтому я, наверное, разрушу им гараму тоже. Потому что нахер. Я пробовал, мне не получилось. Я не вижу перспектив, что они захватят эту гараму. Это все может очень затянуться. Лептис Магна они сейчас могут взять в осаду, как бы. Ну, пускай берут. Поэтому я сейчас гараму разрушу. Наверное, я гонца отведу обратно сюда, чтобы ночные атаки мог делать. Ну, короче говоря... Чё, тебя второсчет не нажал, твою мать. Короче говоря, уничтожу сейчас гараму. Сука, как всегда, я на быстром марше провтыкал... На быстром марше. На быстрой скорости я провтыкал, как конница вылетела на моих лучников. Твою мать. Ах, ладно. Так, ну и... О-о-о. О-о-о. Сначала разорить, естественно, два ксаря. И всё, и гарама нахер ушла. Ибо нефиг. Так, у меня есть другие лучники? Да, у меня есть другие лучники. Давай, как... Вот этих тогда. Сейчас догорит, я их расформирую, найму других, новеньких. Накосячил. Ну, просто потому, что у меня быстрая скорость стояла. И я хотел побыстрее это всё дело закончить. Так. Давай. Вот этих вот лучников. Это наёмные, наёмные. Вот у меня обычные, да, стрелки? Новых наёмных легионеров нету. Ну и, в принципе, всё. Это хорошие анагры. Вот. То есть они, в принципе, могут на меня напасть. Там агентами меня подрочить. Там ещё что-то. Но я так думаю, что им сейчас совсем весело. Сколько у гарамантов осталось регионов? Ровно один вот этот. Можно туда даже сходить и тоже его нахер разрушить. Вот. Пускай уже здесь Лептис Магнэ будет форпостом Африки. Пускай она отстраивает армию. То что-то у неё совсем печаль в этих пустынях. Вот, блин, они какие-то все раздолбанные. Вот. Ну, пока что с этим регионом всё. Кстати, денег я заработал немножечко, что приятственно. То есть я могу ещё немножко потратить на что-нибудь. Да, вот этот, блин, очень хороший дядька. Так, ну мне ночная атака, наверное, не нужна. Хотя, не знаю. Давай, короче говоря, поступим следующим образом. Так как я не знаю, когда я вот этого типа, вратаря вот этого вот смогу до полного стека. Я сейчас, наверное, заменю его на кого-нибудь. То есть, чтобы он был у меня свободный. Потом здесь я сейчас проатакую ночной атакой. После атаки ночной я гонца уберу. А на следующий ход я заменю его на аватара вот этого. Вот этого вот. Чтобы можно было ночную атаку сделать. Вот так поступим. Чтобы можно было уже здесь воевать, как бы без оглядки. А гонца я отправлю обратно в Африку. Вот. На этом же ходу, после атаки вот этой. Сейчас только надо на кого-нибудь заменить вот этого аватара. У меня, по-моему, нету кандидатур хороших. К сожалению. Свободных. А вот, Зари, подожди. Я ж тебя убил. Я ж тебя убил. Да ну нахер. Чё за бред. Чё-то не сохраняется, что ли? Я не понимаю. Как так-то? Тебя же грохнула эта мавия. Твою мать. Нет, серьёзно. Блин. Ну ладно, хорошо. В данном случае, может, даже и хорошо. Хорошо, всё. Тогда я вот на него как раз и заменю. Не, ну это идиотизм. Я, я... Вы сами видели. Там, правда, видите? Там было два действия. То есть я и убийство сделал, и убрал его. Так, мне кто-то звонит. Секунду. Блядь, посмотрите на эту херню. У меня даже свадьба вот эта вот не сохранилась. Нет, у меня была такая фишка. Я, когда играл в Атилу там за другую фракцию. Там тестил всякое. У меня была такая херня, что вроде как делаешь эти политические события в конце хода. Там выходишь куда-то, потом загружаешь игру заново, и эта херня вся не сохраняется. То есть такое было у меня. Я знаю этот глюк. Вот. Но, блин, это было так давно и один раз, и как бы... Просто не часто так получается, что я заканчиваю игру и выхожу. Как раз тогда, когда у меня какие-то политические события. Видите, они же были уже... Они уже были мужем и женой. Какого хера? Хорошо, хоть он у меня наследником стал. У меня, по-моему, в начале прошлой серии тоже наследник слетел. Хотя вроде бы... Блин, должно было тоже сохраниться. Какая-то херня с этой фигнёй. Давай заново. Попробуем. Потому что это точно как бы... Сохранение прошло, потому что у меня вот эта героическая победа, которую я вот здесь вот сделал, да? И вот у меня раздолбаны эти армии. То есть всё как бы чётко. А вот эта херня вся не сохранилась. Это как бы подбешивает малость. Но у меня такое было. У меня такое было. Один раз я играл за фракцию. Не могу пока сказать за какую, потому что я ещё не записывал прохождение за эту фракцию. Я играл для себя. И Хазарапад тоже слетел. Да, блядь, да что ж такое-то происходит, сучара? Ничего не сохранилось. Короче, все политические действия, которые я делал, ни одно не сохранилось. Получается как? Я сделал политические действия. Там нажал конец хода. На меня напали. Да, это же на меня напали. То есть ход потом сохранился. И после того, как я... Ну, то есть в начале следующего хода я вышел из игры. Сейчас я, получается, захожу обратно. И это всё не сохранено. То есть мне нужно было какую-то ещё битву сделать. Или принудительно сделать сохранение. Типа там напасть на кого-нибудь, да? То есть получается, что все политические действия применяются после окончания хода. Вот как-то так, наверное. Это идиотизм на самом деле. Потому что получается, что они не сохранились. И мне приходится всё заново делать. Причём, по-моему, влияние потратилось. Я не помню. Сейчас, секунду. Дайте я как раз запущу свой видос старый. Посмотрю, какое у меня было влияние здесь. Да, я вот сейчас запустил свой видос. Там у Мавии 181, а здесь 162. То есть они реально потратили своё влияние на то, чтобы сделать действие, которое я им давал. Но в итоге ничего, короче говоря, не сохранилось. Это глюк. Это реальный глюк. Можете сами посмотреть. Вот начало предыдущей серии. У Мавии было больше влияния на 20. Даже больше, чем на 20. И здесь было больше влияния. Они его потратили. Но нихера. Блядство. Фух. Глюки, конечно, бесят. Ничего не сделаешь с этим, к сожалению. Давай ещё раз назначу Хазарапата. Вот. И Удай тоже. У него было больше влияния. О, Аман у меня стоит на старости. Хутар у меня стоит уже на Хазарапате. Удай я могу поставить на Хазарапата? Да, могу. У него совсем влияния не будет. Ну, пофиг. Он, в принципе, не в моей семье. Поэтому есть и положительные моменты. Но, как бы, блин. За этим надо следить. Как бы, что за херня такая. Короче, надо сохранялку всегда делать ещё раз. Дополнительно. Получается. Ой, бесящая хрень. Опять звонят. Так, ладно, вернёмся. На глобал, конечно, немного, блин, бомбануло у меня с этой хернёй. Но уже ничего не сделаешь. Хутар и удай вот эти два типа только, да? Могут на спарбей допрыгнуть. Что я ещё тут делал? Я не помню. Я кого-то усыновлял? Нет? Я что-нибудь делал такое? Не помню. Давай вот этот вот типелло у меня жену поищет. Ты у нас губернатор. В 17 лет. Окей. Сука. Такс. Агенты, агенты, агенты. Серый тюберт. На, попробуем переманивать. Немножко манипуляция. Принуждение. Успех. Непонятно, к чему ты его принудил, потому что он не принудился до конца. Критический успех. Отлично. У меня есть беляж. Так. Так. Блин, да что ж такое-то сегодня? Звонят опять. Так. Хорошо. Давай посмотрим, что этот бич умеет. Хитрость, хитрость, хитрость. О, он умеет порядок. Отлично. Проповедь религии. Надеюсь, нашей. Ну, окей. Так, давай тогда. Вдохновление у него уже прокачано. Отлично. Давай проповедь религии. Я не знаю, какая это будет религия. Подстрекательство мне не надо. Хитрость. Так, это что? Подрыв безопасности. Так. Отвлечение. Саботаж командования. Ну, фиг знает. Давай вот здесь вот хитрость добавим. Ему пригодится в будущем. Удачливый шанс на успех. Сангвиник. Хитрость. Ну, короче, он хитрый, аж капец. Вот. Что у меня тут? Да, тут какое-то подстрекательство работает. Ну, на следующий ход посмотрим, как этот агент будет воздействовать. Так, ну, в Африке я все пока что здесь. Даже плюс идет по порядку. Ну, у меня, короче говоря, остается только нападать на этих сасанидов. Так, у меня бахабиль еще есть. Ну, попробовать грохнуть этого чмошника. Он у меня подбешивает. Блин, обман только могу сделать, да? А вот у меня еще есть Челсон. Давай им. Можно попробовать его убить. Чтобы он меня не бесил тут. Критическое. Да, блин, это третий уже. Да что ж ты будешь делать? Да что такое? Что за день сегодня такой, блин? Яда, объяда и галкориб все в госпиталь, короче говоря. Определились. Давай вот эту армию попробую задержать. Помехи побольше. Она побольше немножко, она дома посидела, поголодала. Тщущная возможность. Короче говоря, с агентами у меня как-то так неоднозначно. С одной стороны, вроде получается, с другой хер поймешь. Так. Ну, здесь вот, чтобы лишние бомжи, вот эти мелкие, меня не подбешивали, я включу все-таки ночную атаку. Это странно, да? Ну, ладно. Хотя мог бы всех, наверное, раздолбать. Ну, короче говоря... Может все-таки всех раздолбать. Что у них тут? Днем напасть так и норм. А? Да ладно. Не буду рисковать. Наверное, по-любой встретимся. Так. Занял я высоту. Из всех четырех углов это была самая высокая возвышенность. Я думаю, что они сейчас ко мне пойдут. Ну, посмотрим, конечно. Вот прям мы сбегаем и посмотрим, что они там делают. Но я их тоже не вижу. Ну да, они выстраиваются и идут ко мне. Потихонечку выходят из лагеря. Можно, кстати, легкую кавалерию убрать куда-нибудь. За них, чтобы в тыл стрелкам ударить. Хреновые кусты какие-то, нифига не скрывают. Поэтому нафиг пойду обратно. А то догонят и по башке надают. Хотя, знаете ли... Пускай. Блин, совсем негде спрятаться. Нет, все-таки я передумал. Так, я жду, когда подойдут... Кавалеристы под мои... Большие анагры. Так, ну, полководец, короче, не хочет. Я понял. Вот так, родной мой. Пару человек разметало. Эти встают там такие. Упали, но встали... А, нет, вот кто-то все-таки обратно упал. Еще чуть-чуть, они под малая анагра уже попадут. Так, бомба летит еще. Так, 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 так. Блин, целюсь в этих... Ну, как разметало кегли. Целюсь в персидских конных стрелков. Попадает по пехоте, зараза, ну. Давай, Гриф Панваров тогда целься. Не знаю. И быстрее уже. Не знаю, что у тебя там за прицел такой. Вот, три бомбы летят. О, да. Вот, Гриф Панвара целишься, замочил стрелков конных. Отлично. Еще бомба летит. Это уже опять по пехоте попало. Он перед собой только прямо может стрелять, что ли. Не пойму. Эй, эй, эй. Тьфу, понятно, да. Ты накосячил, конечно. Я не туда целился. Точнее, не тем анаграмм целился. Так, окей. Ударная хрень идет ко мне. Мне сейчас будет больно-больно. Естественно, они все обходят. Противник нашел нашу засаду. В ответ. Чарджем в ответ. Чарджем в ответ. Тут я им не дал чарджнуться. Тут влетают Гриф Панвары в моих... ...палотинов. Противник собрал войска и вернул их в бой. Ой, сучара. Ой, сучара. Мне даже некем, на самом деле, их законтрить. Палотинами. Вот, зараза. Так, давайте вот сюда, быстро. Здесь более-менее, но все равно отстой. Очень сильный маневр у них. Так. Более-менее, более-менее. Мои пики встали, но... Сейчас тогда полководец, придется полководцу тоже участвовать. Очень много... ...очень много лучников. Все складывается в нашу пользу. Давай-давай. Как там мой полководец? Кого-то догнал. Ну и все. Ну и все тогда. Это кто? Это, короче говоря, моих верблюдов, как всегда. Натаскали. Так, заехала конница все-таки мне в тыл. Ты посмотри, как вы оказались сзади-то? Охереть. Всех догоняем. Отлично. Грифманваров забил. Все нормально уже. Все, всех убил. Да. Догоню, кого смогу и на глобал. По пять раз будут звонить в течение битвы. Будет не, блядь, не тяжелая победа, а первая еще. К тому же. Так, ладно. Какая есть, такая есть. Так, ну что? Круглях совсем кончились копеечки из пустыни. Что? Да пофиг. Отпусти. Есть. Погиб. Мы бороться за тебя, мой господин. Ну что, отступаю. Отступаю обратно. Что я могу нанять из наемников? Легкую конницу могу нанять. Всякую разную. Если хочу. Два отряда легкой конницы, да? Давай я лучше возьму конелуков. Раз у меня куча лучников, пускай еще будут. Будут бегать и троллить всех. Так, отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь армий. Пока что я не вижу у них еще две армии, где они лазят. А что это такое урод? Вырожденец, скучный. Жесть какая-то. Так, дезинформацию качаю. Шанс остановить цель, обман. Хитрость плюс два. Давай, хитрость. Общественный порядок. Это провинция, нихера себе. Так, я могу, наверное, может быть, если очень повезет, отдать эту знахарку какому-нибудь другому перцу. Заказное убийство, шанс убить. Вот. Отдам агентику. Пускай в Каппадокии порядок повышает. У меня три тысячи, вот. То есть я могу потратить еще, ну, 800 монет где-то могу потратить. Не более того. Сколько это стоит? Две четыреста. Ага, проехали. Здесь все в порядке. С анагром крадется. Ну, вроде все. Блин, надо аккуратнее, конечно, с этой вот всей фигней. Раздражает ужасно. Что, вторую свадьбу играем? Хер ли делать. Хер ли делать. Ничего я не забыл тут? Вроде все норм. Так, слушай, ну что, флот может уже выгонять? Не знаю. Сейчас, как только я лохмидов чпонькну. Давай, короче говоря, так. Чтобы быть на сто процентов уверенным. Ну, просто я страхуюсь. Это моя страховка. Я понимаю, что они деньги жрут и все такое. Но это моя страховка. Когда я возьму столицу. Ктисифон. Вот тогда я объединю флот и двину его сюда. Большой флот. Вот так. Но не раньше. Потому что хер его знает, что здесь происходит. Мало ли кто рванет. Как бы... Деньги деньгами, но... Так, я что, еще раз могу, да? О, я еще раз могу. Прикольно. Давай. Да, блядь. Что такое, ребята? Так, все. Четыре критических неудачи на одном ходу. Это какой-то позор просто. Я не знаю. 700 монет я нигде не могу потратить. Я напомню, что мне 10 тысяч надо, чтобы вот эту технологию сделать. Поехали. Так, у меня грохнули полководцы. Я так понимаю. Африканского, что ли? И вот этот вот Зари. Чмошник. Я, кстати, насмерть забыл... Ах, я насмерть забыл... Пере... Перепоменять... А, стоп, подожди. Ну да, владыки войны. Ну, мне просто больше некого ставить, наверное. Хотя... Боец. Опыт отрядов ближнего объяда. Давай объяду поставим. Слушай, я не знаю. Я сейчас телефон выкину. Реально. Мне звонят и звонят. Звонят и звонят. Так, я тут. Если я собираюсь менять, то мне нужно одного бича. Да, короче, ладно, всё. Восстание. Жители провинции посмели поднять бунт. Ну да, я в курсе, что там должно было быть восстание. Ом, блядь, ещё дезинформация. У них-то всё сработало, конечно. Ну вот, да. Короче, грохнул моего агента. Агент, фракция, цель, владыки войны. Заказное убийство. Вот здесь вот грохнул... Не агента, а моего военачальника грохнули гараманты. И дезинформация ещё тоже успех. Ну, прекрасно. Сосанитские сепаратисты, да, там возникли буквально на чуть-чуть. И их сразу сосаниты убили всех. Господи, вы это... Дадите мне поиграть, или будете меня засыпать этими блядскими указами? Так, нашёл жену. Отлично. Да, эти поженились. Отлично. Всё. Всё, обратно вернулось. Так, тут женка. Личное влияние призвало скорость следа не гражданин, если муж правит. Ага. Блядь. То есть меня здесь вот задержали. 25 процентов. То есть я не успеваю. В заре вот этот ублюдочный. Я забыл отправить гонца. Ну, в принципе, наверное, в данном случае это даже и хорошо получилось. Потому что гонец был умер. Вот этот вот гонец, да. Ну что, опять нападать, что ли? Здесь, кстати, сюда кто-то побежал, я видел. Какая-то мразь. У меня все агенты попереумирали. Твою мать. У меня есть один агент остался. Которого задержали. Блядь. Перемещение невозможно. Есть все. Грохнуто. Ушлепка, блин. Из лука застрелил. Ни одного агента здесь нету. Сюда какая-то армия. Ну, мелкая, правда. Но, тем не менее, убежала. Так. Большая армия тут стоит. Да ладно! Твою мать! Так, отойду сюда. Деньги кончились, да? Молодец. Это я за счет агента потратил. Просто красавчик. Слов нет. Так, ладно, тогда. Один ход здесь. Бахну. Хотя, знаешь, я сейчас могу кого-нибудь, наверное, накуканить. Смотри, короче, гараманты уничтожили здесь армию. Лептисмагну они, по всей видимости, ограбили, да. Ограбили лептисмагну, твари. Избранники императора. И почему я не вижу, что у них там? Что, мне не можете сказать, что ли, моему... Моим людям не можете сказать, что у вас там есть. В итоге, короче говоря, Африка сосет. А у этих ублюдков аж целых две армии. Так, окей. Короче, раз вы такие интересные... Идите нахер. Я тогда побегу и уничтожу ваше... Оставшееся поселение, а вы тут дрочитесь, как хотите. Мне пофиг вообще. Надо, короче, просто гарамантов убить. И забыть, что такие были. Гонца я все-таки отсюда уберу. Прямо сейчас. Потому что... Он мне нужен там будет, я чувствую. Художник, говоришь. Здесь и так с порядком все нормально. Песец, блин, по коже. Коррупция минус пять. Подожди, гонец. Уберу, говорит. А мне поможет это каким-то образом? У меня же здесь другой полководец. Чмошный. Ему тут гоняться вообще не поможет никак. Блядь. Что ты будешь делать? Боевой дух всей конницы? Ну давай. Общественный порядок. Боевой дух в ночных битвах. Ты не будешь ночных битв. Боевой дух противника этот регион. Давай. Волча шкура. Боевой дух не пасти. У шлепок. Сюда еще подъеду своим флотом. Попробуйте нападить и у шлепки. Как-то все так весело вообще произошло сейчас, что я даже не знаю. Настолько все прекрасно. Да, вот эти фрегиды идут по всей видимости на гунов. Они же с ними воюют. Да, 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 да. Они воюют с ними. Гуны здесь тоже что-то побегали. У меня 9 тысяч. Могу, конечно, семерочку потратить. Вот, чтобы в Антиохе большой город, например, построить. Мне это, правда, пища стоит будет. Сейчас я 60 жру. Буду сжрать 100. Это минус 40 от того, что есть. Ну, в принципе, нормально. На сотню всего идет доход. Херня полная. Если честно. Лучше мне ваксами поставить что-нибудь. Вот такое, например. 1200 от торговли. Загрязнение плюс 3, а это загрязнение плюс 2. То есть на единичку загрязнение поднимется. У меня санитарии дофига. Общественный порядок минус 2. С общественным порядком у меня плюс 8. Ну, вот, да. Все остальное оставлю, пожалуй. Хотя... Хотя... Можно здесь вот построить церковь, например. Это еще минус 30 пищи. Есть тут пища. А, вот что я хотел, да. Точно. Место постоя пехоты. Все. И 8 плюс 3 нормально как раз. Хватит. И там на всякие непредвиденные расходы еще останется. Ну что, нападаем еще раз, что ли? Или пока оставим его в покое? Вот этого ушлепка. Просто у меня тут совсем уже армия такая. Лучная, лучная. Куда он идет? На Эдесу может нападать. Я не знаю. Давай я его оставлю в покое пока. Может на Эмэсу он дойдет до Эмэсы? Нет, не думаю, что он до Эмэсы дойдет. Блядь, все как-то не слава богу, а. О, гетулы. А вы кто такие? Денег дашь сколько-нибудь? 1300. Я мог бы в таком случае прямо сейчас изучить то, что мне надо. Давай-ка. 8. 10. Отлично. Отлично. Все. С этим разобрался. Кто еще? Западноримский сепаратист. Ты какая-то еще херня. А гетулы, они вообще как? Они любят, что я нападаю на гарамантов? Да, им вообще норм. Отлично. Ну и прекрасно. Ну и сказочно. Убью гарамантов, они начнут короче рассыпаться на ходу. Я имею ввиду последнее поселение. Они захватят Лептисмагну, например. Наверняка. Скорее всего. Так, все, короче, конец хода. Ага. Губернатор Удай. Это у нас губернатор внизу там, да? Есть что-нибудь на технологии? Нету. Вот это возьму оковы от иммиграции. Подожди, так я же ему не назначил ничего. Общественный порядок, вверенная провинция, авторитет есть. Так, так, так. Пища, пища. Сплоченность, коррупция. Вот так. И Талаба. Талаба это флотоводец, который у меня находится хер знает где. Здесь это пофиг вообще к исходу. Да ладно. И что, вы думаете, я с вами драться буду, что ли? Сассаниды, короче, встречают мою вторую армию своими говноармиями. Нет, я могу, в принципе, но, как бы, зачем? Давай я чуть-чуть отступлю. Посмотрим, кто сможет меня догнать из вас. Так, это флот в Кизике там. Нет, ты можешь поверить? Мне опять кто-то звонит. Так, опять у меня грохнули полководцы в Африке. Ну, этого мне совсем не жаль. Откуда ты появился, вот этот вот полководец, Вакахил? Верность минус один. Ты кто вообще? Странно. Ну, ладно. Так, саботаж командования, гараманты, успех. Конечно, конечно. У них так критический успех еще. Ёптать. У меня так критические неудачи, все агенты, все агенты в госпиталь. А у них вообще зашибись все. Кстати, где мы все агенты еще? Выздоровели, что ли? Походу. Так. Он вообще никуда не может сунуться. У него вообще 50%. Пиздец какой-то. Ты что здесь ходишь? А кто защищать будет? Макамадос я, что ли? Да пошел ты в жопу, бля. Я тоже отступлю. Хитрожопый какой, а. Сейчас. А где вторая армия? Она походу пошла то самое. Она походу пошла защищать свое поселение. Ну, понять можно. Понять можно. Ты что сюда вышел-то? Чудовище инопланетное. Так, и у меня исследовалась наконец-то царский город, вся фигня. Так, давай. Мне нужно Давай сюда, короче. Пока что. Вот все мои агенты. Прелестно. Здесь эти уродцы. Сейчас и гребут, потому что у меня есть ночная атака. Да. Сколько времени-то, кстати? Я запутался уже. Времени, на самом деле, не так уж и много осталось. Так, надо посчитать армии. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Так, посчитаю. Здесь никого. Где еще две армии? Где еще две армии? Успех отлично. Бахнул. Ты тоже можешь ему по почкам настучать. Давай. Провал? Ну, ничего страшного. Это, по крайней мере, не критический провал. Это вообще туши свет. Упровождение стен давай мне нравится. Эта штука повреждения постройок тоже прикольна. Так. Я беспокоюсь, что кто-то крадется ко мне. Ну, конечно. Вот еще одна армия. Ну, это какой-то упырь. Одиночный. Так, ну чего. Как бы сосанида сосанидами, но, ну их нахер. Я хочу хиру чпокнуть. Вот так. Ночная атака. У них довольно все равно крутой этот самый. получился. Крутой перевес. Ну, я думаю, полководца шлепну и все будет отлично. Встретимся на поле боя. Ну, что ж. Халиса мой самый прославленный полководец. Единственный, кто остался из первых. Тубокарип умер своей смертью. Ну, как своей. В походе, но своей все-таки, да. И сражение против превосходящей армии противника. Я думаю, что они, конечно, ко мне выйдут. Конечно же, они ко мне выйдут. Единственное, что... Да, вот они идут. Я их вижу, они нет. Я постараюсь вот этой конницей убить полководца. Пока они идут на мой анагар. Давай, побыстрее включу. Да-да. А я в кустах. Полководца пока не видать. У них очень много пехоты, очень много пехоты. То есть, я постараюсь убить полководца и чаржнуть им в тыл, чтобы они все склеились моментально после этого. Вот он, родной. Зари. Зари? Ладно. Это не мой Зари. Моего Зари убийцу убил в песках. Давайте, твари, выходите уже. Они вроде как двинулись, вообще стоят вплотную к моей кавалерии, не видят ее. Тут вообще ничего не видно, конечно, в пальмах. Согласен. А полководец ко мне прямо идет? О, родной. Давай, давай. Давай, давай. Вот он. Вот он. Вот. Э, 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 э. Стой, 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 стой. Куда? Блядь. Твою мать, куда ты? Что за непонятные маневры? Конечно, я от вышки получу там то, сё, но важнее полководца шлепнуть. Куда ты? Какие-то глюки непонятные. В срочном порядке его задержать. Задержать Атоса, Портоса, Рамиса и Д'Артаньяна. Давай, давай. Эти все вообще не реагируют, прям как в старые добрые зришные времена. Чё, уже, что ли? Неплохо. Отлично. Прекрасно. Входим. Входим и готовимся к чаржу в спину этим ублюдкам. Всем. Уже потрясены. Ну, ещё бы. Только битва началась. Перемещаю немножко свои войска. Тут всего один кустик, поэтому приходится один в другой ставить, но ничего страшного. О! Гляка. Там ещё идут. Да, много-много у них пехоты, очень много. Беспалево, беспалево. Прячься. Отлично. Так, здесь в этих помидорах это оливки, у них не спрячешься. Они здесь все спрячутся сами, но потом они выйдут как раз по дарту. Мне нужно будет уже тоже там быть примерно. Я включил свистящий выстрел через одного. А у этих огненный стоит. Может, они раньше даже побегут. Давайте все сюда. Понеслась. Все побежали ко мне. Отлично сработало. Свистящий сработал. Не надо, не надо, не надо, не надо. Все, там разберутся и так. Сейчас уже здесь подойдем. Так, чарж стрелков. Мы обнаружили засаду врага. Так, какая там засада, я вас умоляю. Так. Давай сюда. Давай сюда. Чарж в спину. Скорость натиска, усиление натиска. Снесем тут все нахер. Чарж в спину. Так, все, никуда не стреляй. Кто сломлен? Где? Бывает. Чарж, пожалуйста. Чарж сюда. Так, мечники поймали мою кавалерию или наоборот, не знаю, но... В общем, сюда, сюда. Короче говоря, они все кончились уже. Все, больше никто не стреляет. Все и так хорошо. это разгром. Вот так. 358 человек. Прекрасно. У меня было 1800, у них 3000 и это разгром. последнее я сжигаю, естественно. Фу, блин, конечно, не очень удачный какой-то у меня сегодня серия. Там куча убийств каких-то, куча фейлов у агентов. Сам нафейлил, но мне очень много звонили, отвлекали, но все равно в целом я продвигаюсь. Так, разорить. и сейчас сожгу. Разрушить. Все свободны. У меня 12000, кстати говоря. Могу каких-нибудь наемников взять вместо вот этих вот потерянных. Так, ну давай догорай уже. Догорел, нет? нет что ли? Подожди, копейщики, копейщики, ну. Блин, еще он не догорел, он еще догорает. Вот, наконец-то. Так, объединение. Ну давай всех объединим уже, я там наберу наемников. так сказать, до полного стэка. О, прекрасно. Копий мне немного, ну ладно, как бы мечники мне нужнее, наверное. И здесь еще можно тоже, кстати, пообъединять. так. Добрать наемников тоже. Так, оп, прекрасно. А что у меня по коннице тут? По коннице, я могу легкую конницу взять вместо вот этих ребят. да ладно, обойдусь. Могу пехоту еще взять, кстати. Ну, в смысле, и такую могу, и такую могу взять. Не то, чтобы она мне была нужна, но, а если они возьмут? Распускаю полотенов прям сердце кровью обливается. Вот так. Да, распускаю штурмовиков мави, ну, прости, мави, и возьму пехоту еще одну. У меня мало копейщиков. Вот, у меня куча пехоты теперь. Ну, да, они нападут, наверное, поэтому я, собственно, так и затарился. от твоего команды. Ну, как бы, а че? Так, и мне нужно сохраняшечку, да? Как тут у меня дела? Более-менее здесь тоже норм. А, вот еще есть. По почкам попробуем ему еще дать немного. Один агент получился, а другой нет. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Мешай свой провал. Мудак. Убежал. Да ладно, он чувствует себя настолько неуверенно. Могу, кстати, на Арбеллу напасть, но нет. Сколько меня займет это? Квадратик всего один. Вполне нормально. Вот так. А че же он убегал-то? Ну, хотя, понятное дело. Все, эту серию я проиграю. Эту серию я сражусь в следующий раз, поэтому всем спасибо. Серию, блин, битву в следующей серии. Это был Кот, всем спасибо, кто смотрел. Легенда, Танухиды, Атила, все такое. Всем пока, лайк подписка, все дела. Субтитры сделал DimaTorzok